Какой дар вы унаследовали? Я прошу силы, чтобы показали мне информацию. Какой дар вы унаследовали? Пусть покажут, расскажут всё о вас. Что это за дар? Дар природы. Хотя не просто так в начале ролика показывала вам природу. Дар природы, то есть как-то вас тянет на природу. Вы не можете без этого. Неважно, где вы живёте. Если в частном секторе, то там хочешь, не хочешь, приходится на природе быть. Или огород какой-то держать, или ещё что-то. Но даже если вы живёте в городе, то вам прям плохо, если в какое-то время не оказываетесь на природу. Элементарно просто в парк сходить. Где-то куда-то съездить. На природу куда-то съездить. Если вы какое-то время не побываете на природе, а просто пройтись в каком-то парке красивом, где густо насаженные деревья, кусты, когда вот так вот красиво, ландшафтный дизайн. Вот, кстати, есть у вас этот дар. Как-то вы сами можете клумбы красивые взращивать. Как-то вот цветы, вы за цветами любите ухаживать. У вас хорошо это получается. Растения, вот растения. Деревья садить. Вот у вас лёгкая рука. У меня перескакивает, я просто не успеваю. У меня сейчас такой вот поток информации, я не успеваю его озвучивать. Как у вас лёгкая рука. Дерево там посадило, втыкнуло веточку, там, грубо говоря, и оно выросло. Цветок там какой-то, листик где-то сорвало у кого-то. Втыкнуло в землю вот этот листочек один. Из него потом целое растение выросло. Какой-то отросточек малюсенький втыкнуло, оно выросло. Или там полностью умершее было растение. Цветок умерший был, да, комнатный, например, или дерево. Вы можете его возродить. Оно может как ожить и буйно расти, цвести. Кломбы, вот цветы, цветы. Вот как-то у вас это получается, вам это нравится. Вот это дар природы у вас. Дар природы. Так вот, даже если вы в городе живёте, вам плохо, если вы какое-то время, вот хотя бы там раз в месяц, раз в три месяца. Вам надо обязательно вот срочно куда-то съездить, да, вот на природе побывать. Какой-то там на пикник. Ну, не важно, что это будет. Или просто прогулялась. Для вас это очень-очень важно. Это то, что сама карта сразу выпала. Дар семьи у вас идёт. Дар объединения. Вы вокруг себя можете сплочать людей, команды, группы создавать. Как лидер у вас. Дар лидерства. Как-то вот, я не знаю, что это может быть. Видите, как-то людей к вам тянет. Люди к вам тянутся. Вот как-то вот окружают вас. Идёт такое вот, хотела так быстро слово сказать. Как кучкуются возле вас, кучкуются люди. Ну вот, как я сказала, создаёте группы, команды. Какие-то, да, клубы интереса. Девочек собрали, куда-то поехали. Да, вместе собрались, поехали. Или это семья. Ну то есть, вот такое вот. Дух объединять. Дух мирить людей, кстати. Мирить людей. Обязательно напишите, у кого это проигрывается. Это очень важно. Это интересно. Вот когда вы пишете обратную связь. И не просто там что-нибудь, а именно действительно какие-то факты из жизни, которые вот именно проигрались в этом раскладе. Мне это очень интересно почитать. Бывают такие интересные ситуации, что, ну я, честно, я вот удивляюсь. То есть, как вот, насколько вот такое идёт точное попадание, что я даже сама удивляюсь. Ведь я же вот в потоке. Мне что-то приходит, какая-то информация. Я вам это говорю. Я даже не понимаю, что я говорю. Я после расклада, я даже забываю. И когда я просматриваю, переслушиваю свои видео, я часто удивляюсь вот какой-то информацией. Откуда мне это пришло, непонятно. И особенно, когда вы подтверждаете. Тем более я удивляюсь, что действительно это вот, это есть, это проигрывается. Дар примирения людей, да, вы можете мирить людей, как-то объединять. И ещё какой дар. Когда человек вот идёт по своей жизни, не знает, куда он идёт, как запутался. Или его взгляды, да, привели в какой-то тупик. Или как с людьми неправильными связался. Ну, запутался человек, да. Как-то неправильно живёт, вредит себе. Когда начинает страдать. Вот вы как-то можете вот помогать вот этому человеку выходить из тупика. Путь указывать. Вы тут развязываете вот этому человеку руки и развязываете ему глаза. Вот тут у него завязаны руки и глаза. Вы ему это всё развязываете. Вы даёте свободу человеку, да. Вот что-то объясняете, путь показываете. Или своим примером. Может быть, вы даже ничего не говорите человеку. Просто вот вы своим жизненным примером, как вы живёте, вы другим. Даёте вот такое вот прекрасное. Люди на вас смотрят. Вы для них прекрасный пример. Вот как можно жить, выходить из своих тупиковых ситуаций. Ещё какой ваш дар. То, что у вас энергетика высокая. Вы как солнце. Возможно, у вас в сильных позициях вашей натальной карте, да, кто знает, что такое натальная карта, это именно вот то сочетание и позиции планет в момент, когда вы родились и именно в том месте, где вы родились. Есть и много сайтов бесплатных в интернете, как рассчитать свою натальную карту. Забиваете свою дату рождения, время, точное желательно, или хотя бы приблизительное плюс-минус, и точное место рождения. И уже программа автоматически вычисляет в соответствии со временем, с местоположением, в каком городе вы родились. И вот над этой точкой, как располагались планеты, вот это и есть ваша натальная карта. Вот это и есть ваша вот как визитная карточка. И тут я могу сказать, что солнце, вот планета солнца у вас очень сильная. Яркая вы. Зачастую, когда солнце на сильных позициях, это львы, люди по гороскопу, по знаку зодиака львы. Ну это не обязательно. Я, например, я не приверженец вот так именно по знаку зодиака привязку делать. Потому что в каждом из нас есть частичка, что-то от каждого из знака зодиака. Потому что, опять же, все планеты, которые есть, они есть в нашей натальной карте. Просто какая-то планета сильнее, какая-то слабее, в зависимости, где вы родились, какое-то время было. Вот эти все факторы суммируются. А так мы подвержены все, всем планетам. Просто у кого-то солнце более слабое, такая слабая жизненная позиция, слабая энергетика. У кого-то солнце прям очень сильное. Вот у вас сильное солнце. У вас энергетика мощная. Вы можете людей испепелять. Вы можете вот своей энергетикой, как даже вот... Почему люди возле вас раздражаются, глядя на вас? Потому что интуитивно вы их уничтожаете. Даже если вы этого... Ну, понятно, вы этого не хотите. Это происходит подсознательно, но независимо от вас. У вас такая энергетика. И слабых людей она уничтожает. Поэтому люди, слабые люди рядом возле вас начинают на вас нападать. Почему? Чувствуют вашу энергетику. Они понимают, что они не вывозят, что их сейчас раздавят. Они возле вас чувствуют, как на них едет бульдозер. И они начинают нападать на вас. А что такое нападение? Это защита. Защита. Они первыми атакуют, чтобы вы их не раздавили, не уничтожили. Это как механизм защиты. Самозащита происходит. Дар. Дар вот опять семьи. Тут очень много из вас дар именно семьи. Семейный человек. Опять же, вот дети. Как-то вот вы с детьми умеете находить язык. И не просто с вашими родными, а даже с чужими. Потому что, ну, опять же, не каждая женщина любит чужих детей. Я, например, я чужих детей, я вообще терпеть не могу. Меня чужие дети раздражают. Потому что от них много вот этого. Шум, гам. Меня это раздражает. Вот эти все какие-то помехи, шумы идут такие. Мне потом тяжело становится. А у вас как-то вот... Вы прям даже любите чужих детей, да? Еще ваш дар. Какой ваш дар? Какой вы дар унаследовали? Подземный мир. Низший астрал. Подземелье. Низший астрал. Демонические сущности. Какая-то вот чертовщина, бесовщина. Ну, опять же, это... Ну, не стоит этого пугаться. Ну, по крайней мере, я. Я этого всего не боюсь. Тут же имеет значение, в каком русле, с какой целью ты используешь вот эти все силы, вот эти все сущности. А так, все, что в нашем мире есть, оно имеет место быть. Если оно есть, как добро, так и зло, Бог это разрешает, Бог этому позволяет, значит, этому место быть. Просто тут вопрос, с какими целями вы это используете, в каком русле, да? Или навредить, или во благо людей, во благо себе. А так, низший астрал, они тоже, эти ребята, очень справедливые. Да, они что-то дают легко, но они требуют потом взамен платы. То есть, надо тут просто играть по их правилам. Тут вот так вот не получится попользоваться, благами какими-то попользоваться, да? И чтобы так тебе сошло с рук. Они дают легко, но плату берут тоже соответствующую. Тут надо как откупы делать. Откупы. Это, кстати, вот для любителей разных акций, чтоб подешевле, чтоб бесплатней, да? Вы же должны понимать, вы воспользовались какой-то услугой, вы что-то, приобрели что-то для себя, или информацию какую-то ценную, да? Или человек на вас время потратил. Но вы же должны понимать, что все равно вам придется чем-то расплатиться. Если не деньгами, то вот эти ребята с вас все равно что-то возьмут. Или здоровью, что-то важнее, чем просто деньги. То, что вы там поскупились заплатить деньги, да? С вас возьмут что-то более дороже, например. Или вашу удачу с вас у вас заберут. Здоровье там у вас что-то полетит. Какие-то неурядицы в жизни пойдут. Поэтому тут проще, это честнее будет заплатить просто с чистой совестью, с чистым сердцем никому не быть должным. Да? Эти ребята справедливые и честные. Они легко что-то дают, но и что-то забирают. А те люди, которые не понимают вот этих правил и законов, ну они, конечно, сильно страдают. Так, вот тут у вас, то есть я так понимаю, это у вас по роду. Как низший астрал вы можете работать с низшими астралами. С низшим астралом вот это вот все какие-то сущности демонические, какие-то вот чертенята какие-то. Как вот есть ведьмы, как они называются, хованцы, вот хованец. Кто такой хованец? Кто знает или нет? Ведьма выращивает у себя под мышкой куриное яйцо. Я не помню, сколько она там, по-моему, две недели, в течение двух недель она, то ли десять дней, то ли две недели она под мышкой должна носить куриное яйцо, не переодевайся, не мойся все это время. И потом из этого яйца вырастает хованец. Ну, считается, что он похожий вот как на домовенка, такое маленькое существо, лохматое. Кто-то пишет, ну, типа очевидцы, кто это видел, что похоже вот как на куриных лапках, что-то вот такое. Ну, маленькое лохматое существо. И это существо своей хозяйке служит. Он приносит ей вот именно материальные блага. хованец вот этот вот. Он ей как, ну, как раб ей всю жизнь он ей служит. Но потом, я уже не помню этого хованца. Хованца она должна то ли передать кому-то, потому что если, когда вот такая ведьма умирает, и она своего хованца не передает кому-то, и этот хованец остается в этом доме, и когда заселяются в этот дом новые хозяева, то он может этим новым хозяевам вредить. То есть, наоборот, у них будет нищета. Ну, это да, что-то это похоже вот с домовенком, там же что же, вот надо подкармливать домового, чтобы в доме было благополучие, дом полная чаша, да, чтобы все были живы, здоровы. И, как правило, тоже, кстати, вот это тоже касается домового. по-хорошему считается, что при переезде ты должна своего домового с собой взять на новое место жительства, но если ты этого не сделала, и домовой остается в этом месте, в этом доме, в этой квартире заезжают новые хозяева, то он, конечно, из-за обиды будет этим новым хозяевам вредить. Лучше вот при переезде всех вот этих сущностей, которые жили вместе с вами в доме, домовые, всех забирать с собой на новое место. Какой еще вы дару наследовали? Камни, камни драгоценные. Вам обязательно нужно или коллекционировать, скупать, скупать камни драгоценные, полудрагоценные, металлы, драк, драк металлы. Обязательно. Хотя бы вот как минимум серебро, серебро, бронза, это тоже считается драк металл. Вам тут надо вот как-то скупать, коллекционировать украшения из золота, серебра, бронза, украшения хотя бы, пусть это будет обычный металл, но чтобы там хотя бы камень был натуральный или просто вот, да, кристаллы. Вам это дает силу. Давайте еще, какой дар вы унаследовали? Так, ну тут опять что-то вот как с черной магией идет. У вас есть дары. Какая-то тут как чернуха. Так же тут можете манипулировать людьми. Вы можете легко добиваться своего. У вас легко желание исполняется. Так, что тут еще? Еще, какой дар вы унаследовали? Ну это я не могу сказать, что это дар, как дар прям как таковой. Ну вот есть у вас такой вот нюанс у вас, да, тоже вот как у вас по роду это идет. Почему-то вы очень чувствительны к переменам погоды, опять же вот с природой связано, с вот этими природными факторами. Вы очень чувствительны к этому, Когда вот резкая, например, впереди идет резкая смена погоды, дожди, например, впереди идут, да, вы это чувствуете. У вас накануне дождей могут как-то суставы болеть, ноги крутить, да, вот когда говорят еще магнитные бури, да, вот такой вот, когда в небе что-то там кучкуется, что-то происходит, и вы прям это тоже чувствуете. У вас просто голова может разрываться, или давление повышается, или вот такие мигрени, ну тоже это дар так себе, но вот такая у вас способная сесть, вот такая высокая чувствительность именно к перепадам, климатические перепады, резкая смена погоды, ну вы поняли, да, вас это сразу вот бьет по вашему здоровью, по вашему самочувствию. Вот как-то вам у вас или колени болят, ноги крутят, кости крутят, как-то вот общее такое состояние плохое, или сомливость, или вот эти вот, да, мигрени, то, что я говорила, очень чувствительны к этому, вот какие-то малейшие изменения, колебания в природе, вы сразу вы это на себе, на физике, на своей шкуре это чувствуете. Ну вот такой еще у вас дар, что показали, то показали. Ставьте сердечки, розочки, ставьте плюсики, у кого проигрывается, у кого проигрались магнитные бури. на этом я заканчиваю, до новых встреч, на новых раскладах, предлагайте свои темы для раскладов, интересную тему я буду, на интересную тему сделаю расклад. Субтитры создавал DimaTorzok